Друзья, добрый день! Автомобильные новости. Пошли в задницу. Завтра отменяют все ограничения в Москве. Ну точнее, вы-то когда смотрите этот ролик, они уже отменились. А у нас еще не отменились. С 9 числа, вот я только что. И у нас сейчас актуальное время, это 8 число понедельник. Середина дня, 14.52. Собянин подтвердил снятие коронавирусных ограничений в Москве. Отменят пропуска. График прогулок и режим самоизоляции. Начнут открываться парикмахерские. И это значит, что наконец-то вот это обросшее чмо останется просто чмом. Обросшее уберут, а чмо останется. Извините, терпите. Как копирайт, вы сами на это подписались. Театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции. И самое важное, самое важное, что наконец-то мы все с вами так долго этого ждали. Вот прям и не могли без этого. Все коронавирусные ограничения, самое важное, самое важное, можно будет посещать кладбище. Бау, сука! Все идем тусить на кладбище. 16 июня открывается музей, зоопарки и библиотеки стоматология. Библиотеки? А у нас кто-то ходит в библиотеки? Если вы ходите в библиотеку, напишите комментарий. Хотя, скорее всего, если вы ходите в библиотеку, вы не знаете о существовании интернета. И этот видос вы не смотрите. Грустные новости для вас. Рестораны и кафе откроют летние веранды, а с 23 июня откроется все. И фитнес-клубы, и все остальные кафе. Возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке. Наконец-то, мать вашу! Можно будет просто спокойно ходить по улице. И покушать, наконец-то, в моих любимых кафешках и ресторанчиках. По которым я жуть как соскучился за последние два месяца. Слава яйцам, пацаны! Мы это пережили. Увидимся на центральном рынке. Фольксваген, РТОН добрался до России. Объявлены цены. И все такие, ооо! Мне, когда мы написали предыдущий новостной выпуск, так как он записывался за день до того, как появился РТОН, мне очень много народу в комменты написали, типа, ээ, а про РТОН ты что не рассказал? Ты! Так как новости пишутся немножечко заранее, в этом мире еще не все так короче. Типа, на тот момент этой новости еще не было. И вот, что я думаю по поводу РТОН. Несмотря на то, что я фанат Фольксвагена, несмотря на то, что это довольно симпатично выглядящий ВАГ, вот это все, вряд ли у него получится повторить успех Пассата ЦЦ. Очень-очень вряд ли. Потому что, ну, в чем, как мне кажется, был кайф ЦЦшки, которая вот построена на платформе Б6 Пассата. Потому что в то время Б6 был очень популярным и доступным автомобилем, ну, в стране. ЦЦшка стоил не настолько сильно дороже Б6, а выглядел просто в разы лучше. Это было очень классное купе. И когда появлялся ЦЦ на улицах, когда первые машины появились, все такие, мое почтение, вот это Вася Пепеладз. Тем более тогда еще не было такого распространения вот этого купешного силуэта, как сейчас все кроссоверы придумывают себе. Ну, Ауди там, типа, делает спортбеки ГЛС. Вот это все говно. Вот там Х4. Вот это... Тогда это было, ну, ново. И очень свежо. И практически ни у кого ничего рядом не было. То есть, ну, какие-то похожие форм-факторы там были только в СЛСе. За дохерища денег. А в этом сегменте, ну, просто не было ничего такого. А пятая спортбек стоила сильно дороже на тот момент. Сильно дороже. А если мы сейчас возьмем Артеон, то он у нас появится в стране только с 2 литрами бензином 190 лошадей, с передним приводом. Минимальной комплектацией будет R-Line. Типа, когда у вас уже обвес R, когда у вас уже нашпигованное точло. И будет стоить 2 600+. 2 640. А если будет у вас комплектация R-Line Premium, то машина будет начинаться от трех, мать его, миллионов российских рублей. Если вы вдруг не в курсе, то Audi A5 сейчас стоит 2,5. Ну, там, плюс-минус километр. Она начинается где-то от этих денег. То есть, там, ну, официальный прайс, там, типа, 2,7. Ты приходишь, там стоит машина за 2,9. Те пацаны такие, за 2,6 отдадим. Только забери, пожалуйста. И зачем покупать Артеон, лично мне непонятно. То есть, раньше, в случае с СЦшками, ты покупал суперкрутую тачку, на фоне всего того, что ты мог позволить себе за эти деньги, за дешево. Сейчас ты за дохера денег покупаешь обычный VAC. В нем нет ничего такого, что не даст вам другие автомобили, даже внутри бренда. Поэтому, да, чисто как явление, чисто как силуэт, чисто как, ну, элемент дизайна, Артеону лайкос. Но мне кажется, в процентном соотношении, как бы, сильно в продажах ничего не поменяется. Несколько отбитых людей купят его у нас в стране, и на этом это все дело закончится. Да хуй знает, попал в дизайн. Да слушай, ну не, ну выглядит он хорошо. Жопа, да, перец, ну хуй знает. BMW 4 серии. Вот там, жопа хорошо, морда хуй знает. Вот там прям реально хуй знает, чувак. Подъехал, понюхал, ушел. А вы видели, как это говно выглядит на неофициальных фотках? Я про BMW 4 серии. Помните, я в прошлом новостном выпуске говорил, что, типа, на фотках это вот выглядит даже лучше, чем в реальной жизни. Потому что в реальной жизни будет вообще пиздец. Вот оно вам. Спокойной ночи вам. Удачи вам уснуть теперь. Просто вдумайтесь в этот заголовок. Электро-хэтчбек Як IEV7S казахстанской сборки. Версия для России. Новость в том, что Як собирается к нам припереть электрокары. Ну, мелкий такой хэтчбек, который будет собираться в Казахстане. Который будет доступен в единственной комплектации лакшери с двумя подушками безопасности, АБС, системой бесключевого доступа и так далее по списку. И сейчас автомобиль проходит сертификацию, но два года назад представительство компании ориентировалось на сумму в 2 миллиона рублей. Стасон, что ты думаешь по поводу китайцев? Что ты думаешь по поводу электромобилей? Порвут ли они наш рынок и как скоро мы пересядем на китайские электрокары? Удачи, пацаны. Итоги мая. Российский рынок начал восстановление. Это слишком позитивный заголовок, потому что, ну да, объективно, объективно, рынок зашевелился. Что-то там, в мае, что-то как-то более-менее косо-криво начало происходить. Но, если мы с вами возьмем цифры, то я бы лучше этот заголовок переформатировал не на российский рынок начал восстановление, а в мае российский рынок ебнулся не так сильно, как в апреле. Потому что в апреле он обвалился на 72%, а в мае всего лишь на 52%. Напоминаю гуманитариям в аудитории, что на 50% это в 2 раза. Обвал. Увеличение на 50% это не в 2 раза, а падение на 50% это уменьшение в 2 раза. Сейчас я снова, блядь, где-нибудь ошибусь в математике. Сейчас снова напишут, блин, что ты долбоёг, ничего не понимаешь. Ну да. Таблетки где? Дома? Дома. Где тут? Значит что? Он их не принял. Интересно, а если я их приму, они будут приёмными? Седан Kia K5 сертифицирован в России. А это означает, что с Optima мы прощаемся. Следующая модель Optima у нас будет называться K5. И во-первых, дизайн, ну, эээ, эээ, я что-то не выкупаю. Смотрите, Kia Optima это очень хороший седан в своей ниши, в D-классе, в своём ценовом сегменте. В России у него есть своя аудитория, у него есть свои продажи, у него есть своё вот это всё. И самое важное, что Optima как модель, это ну как бы бренд, который есть в головах у людей, который благозвучен для нашего уха, потому что, ну, Optima, типа... Сигареты раньше, по-моему, такие были. Ну, тем более, вообще, типа, идеально вообще все. Раньше даже такие сигареты были. Сейчас они меняют дизайн, делают его почти что лифтбэком. Ну, в смысле, нет, там, крышка багажника, это седан, все дела, но это выглядит почти как лифтбэк. Хрен знает, на это надо посмотреть, когда это появится на дорогах общего пользования, как это будет выглядеть вживую. Но вот название, К5, по-моему, мимо. А вот то, что Optima теперь нет, это прям ранен. Ну, то есть, ну, раненый сердечко-то. И мне кажется, на самом деле, что вот это будет неудачным ходом. Возможно, я не прав. Я бы рад ошибаться, потому что, в принципе, мне нравится то, что делает Kia на нашем рынке, и, как бы, ну, Optima реально хороший продукт. Несмотря на там какие-то там косяки с моторами, которые по всему концерну встречаются, и у всех конкурентов тоже там подобные проблемы есть, пофиг. У меня самый главный вопрос. К дизайну. Потому что что-то народ вот люто прется с того, что ёптыть, как это классно выглядит. А я прям не выкупаю. Вы новую сонату видели? Ну, это ж ужас. Точнее, вы, когда зайдете в ютубчик посмотреть обзорчики, там, конечно, скажут, что вот это прогрессивный дизайн. Ты посмотри, какие лимиты. Прям вах-вах-вах. Сзади просто... Но вы забываете, что на тестах всегда максимальные комплектации. А по дорогам в такси уже ездят базовые, которые выглядят просто пиздец. И вот как этот автомобиль будет выглядеть в базовых комплектациях, я боюсь себе представить. В этом проблема, что ты вот всегда... Ну, когда мы говорим так или иначе про бюджетный бренд, всегда автомобиль, который показывается на всех тест-драйвах, на всех пресс-фото и бла-бла-бла, это вообще эта тачка, которых будет процента 2 от общего потока. Все остальное будет серое, пластиковое, неокрашенное, кривущее, дешевое. И вот этот дизайн, мне кажется, может классно смотреться только в максималке. Вот такой, какой он вот представлен. Но живые-то машины будут отличаться очень сильно. И если на это напустить флер бюджетности базовых и средних комплектаций, все пиздец. На это смотреть будет довольно стрёмно. Я сначала, когда прочитал эту новость, думал такой, надо обязательно разогнать, что у нас как-то не сильно в стране любят обозначение моделей, ну типа бессмысленно просто цифр и буквы. А потом вспомнил. А4, А5, А6, БМВ 5, 3, 7, С, Е, ГЛЦ и вот это всё. И нормально всё оно ездит, да. АвтоВАЗ может начать выпуск Рено Клио. Как вам такое? Тут несколько моментов. Первое. Читать эту новость нужно не таким образом, что АвтоВАЗ может начать вот просто произвести Рено Клио. Это значит, что как бы АвтоВАЗ может переехать на другую платформу Рено. У Рено-Ниссан типа есть несколько платформ. Одна из них, вот Б0, например, на которой стоит Дастер первого поколения, там, Логан, вот это всё. Сейчас вот, сейчас она не называется, Б0 сейчас называется Global Access, потому что там немного переделали, и вот, типа, современная Аркана, и уже там следующий Дастер будет ставить на этой платформе. Тра-ля-ля. Каптюр на ней тоже стоит. Тема в том, то, что Каптюр европейский и российский отличаются как раз-таки платформой, потому что в Европе Каптюр стоит на платформе Рено Клио, которая называется CMF-B. Вот так вот называется у них платформа. И идея в том, что вот эту платформу могут привести на АвтоВАЗ. И тогда можно будет на мощностях АвтоВАЗа выпускать чуть ли не весь модельный европейский ряд Рено. И это прикольно. Конкретно, если говорить про Клио, на самом деле, если у нас локализуют платформу, если у нас этот автомобиль будет стоить дешево, а не столько, сколько он бы в теории мог бы стоить сейчас, Рено Клио очень классный автомобиль. Рено Клио это реально очень классный маленький хэтчбэк для города и типа всеми руками и ногами за. И если к нам это дело притащат, и АвтоВАЗ действительно переедет на эту платформу, то скорее всего на нее потом встанет новая Веста, Икс Рей и вот это вот все. Короче, ну просто зачем держать Б0, когда можно просто переехать на одну большую платформу и еще больше удешевить производство, но и выпускаться под разными брендами, но по факту все будет одно и то же. Короче, это все равно так или иначе продолжает программу Альянса о том, что нужно сокращать расходы, расширять модельный ряд, чтобы было минимальное количество платформ, максимально возможное количество моделей, затыкание всех ниш, вот это все. С одной стороны кайф, с другой стороны опять же можно как всегда пустить скупую мужскую слезу, что вот у нас АвтоВАЗ, больше не АвтоВАЗ, это все Рено, это теперь вот эти все платформы, ну а что вы хотели? Достава в автомобиле будет лучше. Пока мы тут недалеко от Рено, кто-то где-то запалил новый Логан в камуфляже. И как бы если бы я не был бы упоротым фанатом Рено Логан, вы бы никогда не узнали про эту новость в принципе, потому что всем насрать. Ну и как бы правильно, как бы хер с ним, я вообще не понимаю зачем кататься в камуфляже на Логане, ну всем же насрать, объективно. Но как раз таки важное здесь то, что новый Логан уже будет не на Б0, а как раз таки вот на этой европейской платформе, на которой стоит Клио ЦМФ. Ну, ЦМФ-Б. И прикол тут в том, что эта платформа позволяет запихивать электрические установки в автомобили. То есть новый Логан чисто в теории в Европе может быть гибридным. И скорее всего он и будет гибридным. У нас, конечно, вряд ли. Понимаете, да? То есть вот там, чтобы в России все последующие модели спокойно производить, нужно реально привозить платформу. Нужно реально привозить платформу, ставить новое производство и так далее. И скорее всего это все дело просто одной большой кучей локализуют на Автовазе или где-нибудь на сопутствующих рядных, ну хотя у нас с Реном сборочный завод в Москве же. Ну короче, привезут две одинаковые конвейерные линии. Одну поставят на Автоваз в Тольятти, одну поставят сюда на Москвичный Рено и будет клево. И будет куча одинаковых и замечательных автомобилей. Вышел в свет обновленный Lada Largus. Вот в прошлый раз мы читали новость, что где-то кто-то запалил его в камуфляже, что вот всем ли насрать, вот сейчас все официально сняли камуфляж и кто-то удивился, что он выглядит вот так. Хочу отметить, что вот мне кажется именно в Largus, по крайней мере по фоткам, Автоваз нашел оптимальный размер фар. Вот сейчас это в морда выглядит прям отлично. На Гранте она немного пучеглазая, но объективно. А вот здесь смотрится прям кайф. Ну, другой момент, что целевую аудиторию откровенно насрать максимальным образом вот такую кучу на то, как выглядит Largus, потому что его покупают не за внешность, а за его утилитарность, за стоимость и за то, сколько в него говна и навоза влезает. Поэтому абсолютно пофиг, какая там оптика, какие там фары и у нас изменения, что у нас теперь боковые зеркала от Lada Vesta, что карты передних дверей от Duster, мультимедийное рулевое колесо от X-Ray Cross. Всем насрать. Сделайте Largus максимально дешевым, а не красивым. От него красота не требуется. Я как мужик в колхозе. От него требуется, чтобы он был трезвым и с руками. Все. На все остальное, как он выглядит вообще сиренево. Главное, он что-то работал и не пил. Вот смысл Largus. И пока мы тут еще проходили мимо АвтоВАЗа, день закрытых дверей. АвтоВАЗ остановил сборку автомобиля. И можно, только прочитав заголовок, сразу «Аааа, жопа! Все, АвтоВАЗ встал!» Нет, на один день всего. И на самом деле сейчас вот на моменте восстановления рынков, на моменте восстановления всех производств, так или иначе все сейчас будут то приостанавливать, то выводить людей, то запускать дополнительную смену, то снова переходить на двухсменный или односменный режим работы. Потому что никто не знает, какой будет реальный спрос. Спрогнозировать вообще нихрена нельзя. Если раньше, в предыдущие годы там все как-то откатано, ты плюс-минус понимаешь модели спроса по сезонам, по месяцам и так далее. Сейчас от того, что экономика встала на два месяца, потом снова запустилась, что будет происходить, непонятно. И это ждет не только больших автопроизводителей, но и также мелких поставщиков, кто поставляет запчасти, кто поставляет всякую хрень, электронику и прочее. Вот эта вся огромная система, огромное количество производств сейчас будут увязываться друг с другом. Сейчас кто-то будет нарушать поставки, кто-то будет наоборот перевыполнять норму, потому что там нужно было вывести людей и нельзя остановить производство, бла-бла-бла-бла-бля. И вот на самом деле мне кажется, что год, наверное, еще точно производства будут в шоке. Ну что там в шоке? В ахуе все будут. Мне кажется, что если сейчас у руководства, у любого руководящего человека производством типа любыми производствами не дергаются все глаза, на постоянку, даже когда он спит, это значит, что он плохо относится к своей работе. Потому что предыдущие два месяца для любого менеджмента это просто ад война какая-то, я не знаю. Мое вам почтение и лучи поддержки. Все менеджеры больших, блин, производств, руководители и маленьких любых производств, блин, пацаны, держитесь. ГИБДД будет делать контрольные закупки на пунктах ТО. Как вам такое? Модель борьбы с техосмотром. Это станет сдерживающим инструментом, чтобы операторы не торговали диагностическими картами без осмотра автомобиля. Мне кажется, что это не станет сдерживающим инструментом, а станет дополнительным инструментом дать на лапу проверяющему человеку. Ну, мы же все знаем, как это будет работать. Просто узаконили контрольные закупки и теперь будут приходить и вот, типа, чтобы проверочку прошли. Ну, и вот это все. Вот серьезно, есть ли кто-нибудь среди аудитории, кто занимается техосмотром? Не его там, типа, проводит, вот именно, на станции техобслуживания, на какой-то, или на станции техосмотра, а кто, типа, регламентировал все это дело? Ну, вы же понимаете, что эта фикция изначально так написана? Это просто Филькина грамота, которая не имеет никакого отношения к реальной жизни. Тут бороться, вот, контрольными закупками с техосмотром, ну, абсолютно бредовейшее занятие. Абсолютно. Оно никаким образом, то есть, типа, это с ветряными мельницами бороться. Нужно либо полностью менять систему, либо просто ее упразднять. Все. Потому что, вот, в текущем виде это не работает вообще никак. Даже если ты честно приехал и прошел техосмотр, что тебе там, ручник дернут, газоанализатор в задницу засунут, лампочку проверят. Пройдено. Допущено на использование дорог общего пользования. И понятное дело, что вы там какие-то проверки могут прийти и нагнуть каких-то там трех случайных людей, у кого есть станция техосмотра. Но то, что вот диагностическую карту купить по интернету можно вот просто за 500 рублей, за 2 минуты в любом городе, что вы там закупать собрались? Кого вы там собираетесь ходить и нагибать? Новый универсал Audi A6 Avant уже можно заказать. Я бы снова переименовал этот заголовок в новый универсал Audi A6 Avant уже можно охуевать под двух вещей. Первое, от того, как этот автомобиль выглядит. потому что вы знаете, что я безумный фанат универсалов Audi. И C8 поколение это что-то с чем-то. Ну, типа, прям пушка. Второе, от чего можно охуеть намного сильнее, это от цен. Потому что в Россию привезут универсалы с тремя двигателями. Ну, по сути, в двух модификациях. С передним приводом исполнен. С передним приводом будет двухлитровый дизель и двухлитровый бензин, которые оба развивают только 190 лошадей. И они без вариантов будут с передним приводом. А полный привод будет доступен только в версии с трехлитровым дизелем на 249 лошадей. И вот передний привод в Avanti A6 на двухлитровом моторе будет стоить, сука, 3 300. От. А полный привод, полный, сука, привод, можно будет купить минимум за 4 194. Блядь. Я очень сильно люблю Audi. Очень сильно люблю Audi. Я такой придется теперь и это говно оправдывать. Ну-ка, потому что мне Audi, заметьте, не платят вообще ни копейки. Мне даже еще ни одного автомобиля они не дали. Просто покататься на ТЭС, снять, типа, за бесплатно с любыми условиями. Так как я отбитый фанат, будем защищать. Ну, подумаешь, 4 200. Что вы хорошего-то за 4 200 купите? Примерно все. Например, можно купить BMW 4 серии, потому что эти ноздри определенно точно пизжи всяких авантов. Можно купить примерно 4 Lada Largus, но Audi A6 в 6 раз лучше, чем Lada Largus. Короче, я пока даже не знаю, чем это дело оправдать. Но определенно точно этот автомобиль стоит своих денег. Давайте определимся вот на этом. Больно, жутко, страшно, но кто-то же и A5 за 4 миллиона покупал в жире. Так что и Universal, A6, там, 3 счастливых человека на страну тоже купят. А на больше, я думаю, Audi не рассчитывает. И последняя, в смысле, новость на сегодня топ-10 самых продаваемых SUV в России по итогам мая. И тут очень забавная и интересная статистика в том, что, ну, на первом месте Hyundai Creta, понятно дело, понятно, 3 200 продано Hyundai Hyundai Creta. Дальше, на втором месте Lada 4х4, ну, это Niva квадратная, 1600 штук, на третьем месте Renault Duster 1400 штук. И, ну, Kekes, самый главный тут в том, что, если сложить два, второе и третье место вместе, получится меньше, чем результат первого места. Если сложить совокупно продажи Niva и Duster, мы получим меньше, чем было продано Hyundai Creta. Что, опять же, показывает, насколько Creta классный, замечательный автомобиль, покупайте Creta. Не проплачено. К сожалению. А на этом это все новости на сегодня. И для послевкусия вам еще накину, что я очень сильно надеюсь, что в тот момент, когда вы смотрите этот ролик, и вы уже вот покушали, доели, приятного аппетита, вам, кстати, забыл пожелать вначале, что в этот момент, когда вот кушаете вы, кушаю и я на центральном рынке. Я знаю, что там будет типа работать только все на вынос. Свою любимую еду из своих любимых мест, по которым я жутко соскучился. Главное, чтобы они не закрылись. Вам-то точно было вкусно? Я надеюсь, что мне тоже будет вкусно. Вот. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте, что там нужно подписаться и нажать на колокольчик, потому что определенно точно какое-нибудь животное снова пострадает. Если если не подпишешься и не нажмешь лайк, то я приду и заберу твою молодость. Ну, входи уж, хули. Я в программате работаю. Хвастается, блять, еще. Уже нет. Ты уволен, блять. А ты докажи, что вы уволены. Если вам когда-нибудь скажут, что вы уволены, не верьте, вас не уволили, вас просто немного пустили отдохнуть и ходить на следующий день на работу и ебашьте. Докажите, что вы не уволены, как это сделал я. Он думает, что я уволен, а я не уволен. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...